Всем привет! Это МОТО 360. Главный претендент на звание лучших Android VR часов. МОТО 360 имеет потрясный простой дизайн. Огромный дисплей, вкупе с которым выглядят все равно очень компактными. Корпус часов выполнен из стали. Они имеют всего одну кнопку, которая нужна для включения и разблокировки. Она нажимается, но не крутится. Не совсем понятно, почему на нажатие кнопки экран полностью выключается. Для включения заставки нужно приложить к часам ладонь, что не очень удобно. Хотя при нажатии на кнопку заставка включается через какое-то время сама. МОТО 360 имеют два микрофона, один шумоподавляющий. И в отличие от многих других часов, здесь есть датчик освещенности, который регулирует яркость автоматически. Правда, по этой причине экран получился не совсем круглый. Снизу находится черная полоска, которая все портит. На нижней части корпуса расположился пульсометр. МОТОРОЛа меряет частоту биения сердца. Вообще, хардрейд-монитор уже стал стандартом в умных часах. МОТО 360. Простая таблетка с ремешком. На руке сидят отлично, выглядят отлично. Но! МОТО 360, как не хотелось бы многим, палка о двух концах. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass. Сам дисплей имеет диагональ 1,56 дюйма. Учитывая, что часы очень компактные сами по себе. Дисплей огромен, и это круто. Полезная площадь экрана куда больше, чем на тех же Gear Life или G-Watch. Да и в сравнении с G-Watch становится понятно, где дизайн есть и где его нет. Разрешение 320 на 290 пикселей. Из-за такого большого дисплея и еще стекла, которое немного увеличивает картинку, если приглядеться, можно отчетливо увидеть пиксели. Ну, это если приглядеться. Но самое ужасное в этом дисплее – дешевая IPS-матрица. Все же это Motorola и многие надеялись на AMOLED-дисплей, как в Samsung. Но этого, к сожалению, не произошло. Хотя углы обзора хорошие. Интересно включаются часы. В стиле Motorola чуть эпичнее, чем у всех остальных. К тому же это очередной способ еще раз увидеть их крутой логотип. Не менее классные установлены в часах и циферблаты. Их здесь немного, но они тем не менее в тельняшках. Функционал Android Wear остался на изначальном уровне. Сама система версии уже 4.4 W1. Здесь не предустановлено никаких дополнительных приложений. Управление голосом, естественно, на месте. А вот что интересно. Часы-то немного тормозят. И это неспроста. Если у других производителей в основном стоят Snapdragon 400, то здесь OMAP версии 3, сделанные по нормам 45-нанометрового технологического процесса. Проще говоря, в Moto 360 стоит процессор 2012 года. И ладно слабый, он ведь очень хорошо кушает батарею, поэтому целый день работы для часов это что-то из области фантастики. Говорят, царь-то не настоящий. Motorola заявила батарею на 320 мАч, а на деле всего 300. Компания объяснила это тем, что первая партия часов будет с таким аккумулятором, а вот в будущих поставках емкость станет такой, какой должна была быть изначально. У Moto очень интересная зарядка. Они заряжаются без проводов, зарядник удобный и очень классная анимация зарядки. Часы просто кладутся в кредл и также легко снимаются. Здесь нет магнита. Это и хорошо, и плохо. Фиксации нет, зато можно легко снять. Смарт-вотчи будут продаваться в трех редакциях. Матовые черные с черным ремешком, серебряные с темно-серым ремешком и серебряные с металлическим ремешком. Motorola приятно удивила ценой – 250 долларов. Правда, именно при старте продаж выпустила очень маленькую партию часов. Поэтому купить их практически невозможно, даже в Америке. Металлическая версия, кстати, стоит на 50 долларов дороже. Можно ли сказать, что Moto 360 – самые стильные Android Wear часы? В принципе, да. Но в этом LG G Watch R дают фору, у которых дизайн в каком-то смысле даже лучше. Больше классики, что ли. Ну и сами по себе они быстрее работают. Хотя экран меньше. Однозначно можно сказать вот что. На начало продаж Moto 360, несмотря на всё, это лучшие Android Wear часы. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ